карета подано чем мы питаемся на аэродроме ну вот например шампиньон замечательный берем вот так шампиньон очень вкусный потом летаем на самом деле вкусный шампиньон их салат добавляют едят грибочки все равно нет ничего лучше 63 процента заряда батарейки мы заглушили мотор это вариометр показывает что мы идем вверх поток который есть это нагретая скала снизу от солнечного света то есть и так мы летаем на солнечном свете но сейчас мы еще и взлетаем на солнечном свете что очень приятно как тебе взлет на солнечном свете вкуснее самый вкусный взлет вот я тоже показалось друзья не поверите да реально вот как-то вот вкуснее эффект плацебо какой-то но вот взлет получился такой сладенький такой не полет такой красивенький небо такое хорошенькое все прекрасно мы летаем я недавно выложил короткий ролик собственно про вот эту всю идею зарядкой и куча народу написала комментарии самые интересные комментарии такие а зачем все это надо зачем вышел к пытаетесь экономить там на зарядке там 23 евро зачем нет друзья это свобода то есть вот наличие такой собственно электростанции это свобода которая позволяет летать так как я хочу оттуда откуда я хочу в то время когда я хочу то есть это большая игрушка для взрослых мальчиков там кто-то джип болоте топит кто-то не знаю что то еще делает да я вот допожу играю солнечными панельками но и в итоге этой игры рождается 10 полезная моя свобода это ценю выше всего на свете здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта о какая у нас есть штука чтобы заряжать планер и теперь готовится оборудование чтобы заряжать эту штуку наша солнечная электростанция состоящая из двух частей то есть это первая часть 4 панельки по 275 ватт и это вторая часть была работала исправно но немножко может быть не хватало мощности и нужно было постоянно у меня было на полете собрана такая конструкция которую нужно было постоянно куда-то двигать типа следить за солнцем меня это честно говоря быстро надоело и тут случилось чудо и мой замечательный подписчики друг иван прислал мне трекер он посмотрел на меня и говорит волков тебе точно нужен трекер слишком часто ты таскаешь эту палету и вот сейчас мы трекер монтируем как вы понимаете надо бетонировать как-то еще чего-то но это не наш метод потому что бетонировать нельзя на аэродроме вот видите сейчас там цирк ну в общем-то слет циркачей и наш ангар и наше место где обычно стоит прицеп занят поэтому пришлось сместиться сюда я решил что я сделаю вот эту вот штуковину не стационарную она будет пока сделана ну как говорится на из говна и палок это старая какая-то палета какие-то доски сейчас мы это бодренько все закрутили закрепим расчалим сторону прицепа чем-нибудь чтобы это не перевернулась от ветра от мистраля ну и посмотрим как это будет работать сам трекер конечно очень качественно сделан то есть вот все элементы покрашена сварена то есть я как инженер могу сказать что не придерешься все красиво есть у нас линейные приводы вот такие замечательные я надеюсь что они все будут работать я пока не знаю как это все еще собрать коробочка которая в которой ведь вот это может быть назвать npa unpacking о должны всем этим управлять по сторонам света должно работать интересно и самое главное что будет занимать мало места то есть за моим прицепом будет стоять ну потом я сделал то из алюминиевых профилей там на колесиках все это чтоб каталась в ангар закатывалась все это будет намного красивее а сейчас просто хочется попробовать поэтому как обычно из говна и палок но есть очень нехорошая штука ничего не бывает так долго как временное поэтому я больше всего на свете боюсь что вы приедете ко мне там летать следующем году в следующем и следующем а у нас все будет вот этого деревянная хреновина собранная умелыми руками и будет работать вечно будет работать вечно будет конечно видите я всех запряг это старый прицеп кстати который на который нет документов из него сделали в рик хранилище для всякого всякой фигни и заодно ездящую солнечную электростанцию на больше всего на свете я люблю вот этот зуд творчество когда что-то пришло хочется собрать и здесь самое главное не поддаваться искушению не собрать плохо чисто попробовать потому что надо же понимать это может быть временно очень долго работать поэтому мы сделаем все по моему а потом я холодными зимними вечерами подберу специальные алюминиевые профиля или нержавейку сварю раму в общем все будет уже намного красивее трекер если брать идею не самая эффективная штука там она увеличивает конечно выработку процентов на 40 но в целом стоимость самого трекера но полностью убирает эту вот выгоду всю но если брать наш случай что у нас ограниченное количество места что я не могу сейчас не знаю там все поле застелить солнечными панелями мне есть собственно мой прицеп и немножко места ряда с прицепом и я могу это место сейчас использовать поставив трекер и увеличить выработку до нужного мне количество сейчас посмотрим сколько это будет что-то глубоко то так мотор давай вот так тряси тряси со всей силы представь что ты ветер мистраль ну такая понятно другая сторона не закреплена все эти на другую сторону закрепить шо вы тут наворотили или ты пилит пилит и пилит пока идет модернизация солнечной электростанции наш планировочек заряжается в кпн кемпинге благо нам дали точку с энергией и мы сейчас можем идею пользоваться вообще обычно кемпинг к этому времени уже обесточен и закрыт это октябрь месяц полета сейчас уже закончена но вот как нам повезло у фонарного столба есть . подключение на которую сейчас подали энергию а так бы мы не знаю чем делали я не буду спорить что это является некоторым недостатком но зато смотрите как тюнь тюнь и у нас поднимается электрический моторчик который потащит нас небо собственно все недостатки пляски с бубнами компенсируется одним крайне высокой надежностью электрической системы то есть в ней пока все что есть очень нравится сейчас сяду запущу моторчик и поеду на взлетную полосу что нужно сделать дать газку что вы успели сделать пока я посмотрите друзья даже шайбы подложили как как высококультурно все сделали уже тут вижу процесс идет так ну что летим погода бомба кстати термичка пошла вот на ту гору летим там сейчас вполне себе будет держать другое дело и все правильно все просто я так вы его вас не оторвешь летчики вас уже не оторвешь от сборки этой штуки может летать пойдем а команды конкретно все пошли вот ты первый конечно вон брысь планер справишься один сейчас я тебе помощника пришлю вот друзья все готово к зарядке планера станция на самом деле заряжена видите даже все отключено от солнечных панелей сейчас сделаем поставим это трекер интересно сколько все будет давать за снять чтобы что мы работаем вместе эту не только дурака валяю одержу что-то еще друзья про эти без меня бы он точно не справился не вставил бы болты а так видите со мной все получает на самом деле ощущение этой штуковины офигительный конструктор если вы в детстве собирали конструкторы так вот это она да все из хороших материалов болты нержавеющей стали 2 или один уже минус 1 на 2 а 2 сталь то есть это не будет корродировать покрашена все хорошо вот этот вот столб и изумительно он вообще из алюминия сварен то есть легенький я не знаю зачем надо было его делать легеньким но сделали его из алюминия впечатляет главное чтобы не поцарапали ничего что-то что-то бабахнула что-то бабахнула уже старайтесь только аккуратно и вдумчиво очень прошу хорошо инструкции кто читает кто собирается инструктор это скучно друзья вот это как это тоже из говно и палок это от моего крыши панели солнечное стекло стекло кстати видите здесь стекло здесь стекло хороший очень панели отлично работают вот так прикрутил временно попробовать вот так и осталось пока месье зачем вам пакет вы за грибами пригодится пригодится снаряду на аэродроме друзья остались только самовзлетные планера вот это стоит минилак с электромоторчиком сейчас он тоже вот его собирает и планирует полететь на мой взгляд им первыми а вот эти грибочки уже есть нельзя видите это плохие грибочки хотя на самом деле летом вырастают луговые опята они очень вкусные но это точно не они вообще на самом деле бывают разные двигатели прогресса вы знаете да что бывает одно двигает прогресс например как например первая там вторая мировая война заставляли создавать оружие и разрабатывать новые технологии это конечно плохой двигатель прогресса мне не нравится но например есть для нас двигатель прогресса сейчас цирк видите вот на горизонте огромное количество ну скажем так не очень большое сейчас количество будет больше людей в ангаре у нас тренируется занимается тем что там отрабатывают элементы представлений будущих и они нас выгнали то есть казалось бы новость не очень хорошая когда я узнал что нас на две недели выгоняют из ангара я сначала расстроился а потом подумал на это же вызов это вызов чтобы сделать автономную систему которая позволит нам летать без привязки к ангару с его электричеством вот прогресс только ленивый мне не написал что намного было удобнее же летать на плане без бензиновым двигателем друзья да может быть чем-то удобнее но во-первых дико вибрации и относительная надежность лучше повторю что у меня было отказывать двигателей за семь лет десять случаев на планере электрическом я полетал целый сезон я просто счастлив был косячок там сгорел один предохранитель но он сгорел по моей вине то есть считать это отказом планера наверно не нужно а в целом вот взял вот так вот тюнь повернул ручку сначала надо тумблер вот так сделать раз так повернул ручку моторчик закрутился и поехал и полетел потом цирк потом планер закрыл окна взлетом в взлетном положении проверяем все прекрасно вы пристегнуты замечательная рация работает накладывая селба тинди вектор декуляш пистон орд ну и погнали что нужно сделать нужно сначала покрутить ручечку а дальше ехать я его удерживаю достаточно легко педалями два колеса поэтому принципе крылья легко держать параллельно горизонту вот сейчас уже скорость у нас 80 км в час я могу оторваться все оторвался выдерживаю разгоняюсь до 100 нас снимают может быть нам дадут видео нашего взлета красивого как тебе летается и мы полетели дальше навстречу приключениям еще один представитель электрических летательных аппаратов артёп дерексон присоединился к дам он взлетел с аэродрома в другом конце долины и вот мы прилетели на караклента вроде как есть восходящий поток все и мы дальше летаем на собственно солнечном свете на том что солнечный свет нагрел снизу воздух и несмотря на осень а сегодня уже октябрь месяц вполне себе можно набирать высоту и вот такую погоду я даже в некотором роде люблю я решил немножечко снизится и показать вам и пестрель ой пестрели артеоптерикс поближе вот она красавчик что от нас уходит ну уходи то что делать понятно потому что у нас боится ну я напастились и владу не буду пугать а то потом скажет что какой-то злобный планер тут прилетел и напугал такой дохленький поток на самом деле у него ограниченный запас по батарейке тоже поэтому он всеми силами души пытается выпарить эти улетел от нас решил что нет больше что-то по потоку не получается и улетел но сейчас его хочу вот догнать и заснял динаме разворачивается как иначе заснять вам поближе о вот он красавчик сейчас внутри он поближе потихонечку или гонечку о вот я на такого летать не умею но хочу научиться когда-нибудь на свифте умею мы от него уходим оп и сейчас я хочу выйти на склон на самом деле водители автелекса при очень любят много потому что склон это будет иногда страшно мои ученики тоже не любят склона не любят вот такие ученики почему скажи чем ты боишься склона почему тоже страшный каменный ну посмотри какой какой мягкие пушистые деревья как далеко как далеко мы от склона еще как до марса у нас как от крыла до склона я очень очень далеко если вы слева мне ближе но тебя ближе да немножко ты как красиво смотрится над пропастью но согласись это имеет место быть вдоль склона вот так вот это же удовольствие друзья за что люблю пепестрель вот за вот это ощущение крокса над пропастью ты сидишь у тебя лапы свешены куда-то пропасть подруливают немножко и ты несешь над вот этим осенним лесом ковыряешься в носу ничего не побоишься боится только ученик а я то чего я то знаю что мы идем за пасеком еще запасе конечно бывает и не очень большой вот так как на дереве и можно шишки посчитать да держи ручку летит твоя очередь 120 скорости пройди вперед лишь мы склоном будем выпаривать а то охотанная птица стоила нам высоты к сожалению потоки не бешеная это все-таки осень и термичка уже слабенькая такая но очень ласковая дарина люки дюранс канал дюранс у нас город сестерон ну видите встречается под небесами небольшие поточки и отважный ученик так сказать ловит их и переводит энергию солнца потенциальную энергию высоты дает нам возможность путешествовать туда куда нам думается прямо здесь никаких поворотов друзья борюсь учеником который хочет куда-то повернуть прямо говорю тебе в карманчик надо залезть потом левее пролететь красивыми деревьями вот этими золотистыми и дальше вот сейчас все равно рано поворачиваю береген береген вот давай я возьму ручку если он не хочет летать сам придется ему летать со мной я хотел показать красивые очень красивые деревья уже подернуто ну и что но мы сейчас ее перепрыгнем что проблема берем это грязь и перепрыгнули и направо я тебе должен приучить не бояться скал дайте полетать спокойно лети к скале и набирай вдоль нее высоту если ты не прилетишь к скале ты полетишь вниз потому что внизу энергия только у скалы сейчас скорость улетишь вниз пойдем на посадку позорно и пошло как-то как-то скольжение убери ты еще и скольжением энергии педаль левую отпусти спокойно вдоль стеночки ближе к скале ближе еще ближе и били мне еще ближе лучше ты меня бояться будешь чем скалы вот так как тень далеко еще наша летит от нас еще правее еще правее да про меня вот уже не страшно меня почему потому что скальничка внизу я наверху руку расслабь родилась друзья так и живем вот как как вот еще приходится постоянно вода давай ближе ближе говорю а по-другому никак по-другому планету летает планер летает там весь энергия энергии нужно иметь искать этого мы учим а на аэродроме грусть и тоска посмотрите солнце спряталась наш замечательный солнечный трекер не как испытывать эти тучки на на какие-то нагнала мы будем надеяться что мы разгоним разгоним темноту и все-таки испытаем наш трекер но не испытаем сегодня испытаем завтра вон она наша стройка века можно сверху наблюдать как товарищи что делают ходят не не спят что-то вроде ходят инструкцию читает а вот друзья вид как выглядит цирк мы заходим северным заходом чтобы планер вот так проехал мимо зданий и вот крыло показывает на край кеппинга где мы будем заряжать нашу батарейку я тут так нагло достаточно полетал сейчас красиво зайду на посадку заход на посадку я делаю курсом на север потому что мне так хочется по большому счету конечно сейчас правильнее было посадиться с курсом на юг и тогда я прикачусь куда-то в район ангара придется перекатываться мне это не нравится и поэтому что-то хочу, хочу так, хочу сядь сейчас скорость можно держать поменьше 110 обычно я если таким пунктом не покажу то это у нас в какой-нибудь ситуации алимистраль ну сейчас не мистраль, шасси я проверил Российка Воздук Е беру крен оп и подвожу к планете кончилось? нет, не кончилось я буду лететь, 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 лететь вот, 90 8 км час касание можно и медленнее но тогда можно сделать некрасивую посадку повороги а нам это не надо я сейчас доворачиваю в сторону кемпинга и сейчас туда дотрахчу уже непосредственно на двигателе оп тоже в чем удобство планера электрического в общем, ученика я сейчас выгоню, чтобы планер был полегче видите, пакет у него сегодня пуск поехали вау это смотрится, как космическая станция слежения смотрите, какая, друзья, хреновина выглядит ну, смотрите, всего лишь отсутствовал я не так долго а сколько уже работы сделано что значит, во время начать отсутствовать да, что значит, главное, не нервничать вот один линейный привод вот он ну, выглядит, конечно ой, ой, ой сейчас чуть-чуть поломаю выглядит, конечно на мой взгляд, чуть-чуть, конечно, хлипковато да, хотя на безветренную погоду да, этот выглядит тоже хлипковато ну, посмотрим вот пока все балки крепкие но вот эти линейные приводы как-то внушают мне некоторые опасения сейчас, конечно, все протянем будет еще входящий и выходящий контроль так, у меня вот это сомнение вызывает что именно? вот эта вот штука она как-то вот ну, так ты ее, когда стянешь она в какой-то положении слушай, привинтится там, я вот же проходил когда панели станут все будет крепко все, ну, красиво мы уберем от старой этой штуки потому что их же не было в комнате самые главные настройки кто? я я уже нашел ошибку видите, здесь раз, два, три дырочки а там эти четыре дырочки надо переставлять надо перекручивать глаз да глаз за этими строителями нужен я себя теперь чувствую прорабом настройки магия эти все приводы работают можно так можно сяк ох ну, не так это просто оказалось как нам казалось но мы продолжаем спасибо хорошим верным ученикам самым лучшим в самом стойке все остальные сбежали один остался остальным позор монтируются панели просто вот с такими специальными зажимами с краю стоят другие зажимы при должной сноровке это делается очень быстро вот мы затянули мы строили строили и наконец построили все панели соединены и не один раз потому что чуть накосячили было тяжело провода протянуть пришлось одну панель развернуть чтобы можно было соединить коннекторы вот этот разъем называется MS4 сейчас я один сюда подключаю а другой туда у нас панели все соединены последовательно должно быть в районе 140 вольт 137 ну так на пределе если будет очень холодно и очень яркое солнце мы можем вполне получить 150 вольт который предел для этого аппарата поэтому я сейчас конечно подключу но скорее всего зимой одну панель деактивирую оставлю только 5 ёлочка гори 85 процентов заряд нашего ЭКФУ Дельта про 3 и теперь момент истины самое главное не перепутать потому что если 150 вольт подать в другое гнездо вот читаем 30 150 вольт 15 ампер максимум пык бак 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 и пошел дым уа сработали рере я слышу и смотрим какая идет генерация хе-хе-хе позорные 30 ватт да кошмар 18 ватт 38 ватт но это разрабатывает МПП контроллер вот пошел рост ну я не знаю сколько здесь будет сейчас как вы видите на небе туча сейчас мы по крайней мере эту штуку сориентируем в сторону потенциального солнца в ручном режиме работает в автоматическом мы еще не пробовали а хе-хе-хе-хе эгегей так сколько 159 ватт 160 ватт вот это да хе-хе-хе вот это вся чудо конструкция дает жалких 160 ватт ну это нормально тяжела участь солнечного энергетика вот в темноте не бывает солнечной электростанции мы снимем завтра когда будет действительно вырабатывать побольше ой-ой-ой ай-ай ай-ай хе-хе-хе восстание машин ну-ка слушайте ну мы подсоединили датчик на самом деле освещенности и она сама себя сейчас разворачивает этот цветок каменный о шайтан машина а вот сейчас вот прямо прям повернулось ну-ка не врет солнце действительно там хе-хе-хе-хе заработала так ну смотрим что что у нас вырабатывается сейчас ну вырабатывается конечно смешные 302 ватта хотя по идее здесь панели на киловатт точно должно быть 1,4,4,4 Полтора киловатт эта штука уже выдает И она жужжит, она периодически делает бжик, бжик То есть сама себя переставляет Бракоделы Друзья, нету штатной площадки под вертушку Здесь должен стоять ветрячок Который позволяет при сильном ветре эту штуку складывать Вот мы сейчас мастырим какую-то такую конструкцию странную Чтобы прикрутить этот бедный ветрячок Ну что, ты хочешь составных кусочков сделать? Два кусочка сделать Да, ну, извращение Друзья, у всех нормальных инженеров должна быть болгарка Вот, аккумуляторная болгарочка И все, никаких проблем Ну-ка, дай мне эту штуку Я ее распилю Опять же вспомню, да раз О, этот запах жженого металла Батарейка села Так у нас есть солнечная энергия Мы всегда можем зарядить Мы действительно давно не заряжали эту штуку Друзья, это будет не момент позора, а момент победы 51 ватт жрет наша зарядочка 800 ватт вырабатывают наши панельки Вот, и теперь эту Ну или можешь теперь меня поснимать Друзья, так нельзя делать, потому что нужны защитные очки Может диск развалится, можно в глаз получить от болгарки искру У меня в этом глазе 6 штук, в этом 4 Обычно я ездил ночью, работал вечером И ночью ездил вынимать куски металла из глаз Так что не повторяйте моих ошибок Ну, очков нет, поэтому приходится так Прищуривайся Да, руки-то помнят Эх, как же я по гаражу скучаю Надо что-нибудь сводить срочно Интересное и красивое Вуаля, на Солнце жарит вовсю, энергию девать некуда 99% полностью зарядилась наша установка Мы ее чуть-чуть подвернули Четко по сторонам света Ну и по идее, вот она дальше будет жужжать туда-сюда Сюда-туда Сейчас прилетим, будем пепестрель от нее заезжать Готово? В команде, которая творила огромный респект уважуха Молодцы, справились Хоть и ура Не без приключений, да Теперь нужно станцию эксплуатировать Мы выполнили первый полет Приземлились И остаток батарейки у нас 43% Сейчас нам нужно зарядить батареечку от солнечного света Это займет около двух часов Шесть киловатт-часов электроэнергии нам нужно вкачать И сможем ли мы это сделать? Ну, скорее всего, да У нас сейчас где-то киловатта-полтора должно быть под солнцем За два часа это три киловатт-часа И посмотрим, сколько выдают наша чудесная электростанция Оп! Один из шесть киловатта Отлично! Работает! Эта штучка, видите, поворачивается Четко за солнцем Следит Прям вот где солнце Там и она Здесь тенечек Можно в тенечке валяться Проводочки мы еще все не спрятали А вот работает наш ветряной датчик Который, если ветер превысит 17 метров в секунду Эту панель аккуратненько уберет Все? Все прекрасно? Да Сейчас у меня мечта увеличить зарядник Потому что вот этот зарядничек дает всего лишь 2,6 киловатта он сейчас грузит Но он потом 2,9 будет грузить Есть такой же зарядник, только больше 10 киловаттный И тогда можно взять еще такую же станцию Соединить И врубать так заряд, что Ух, аж дым будет идти В хорошем смысле этого слова И тогда Таурус можно будет заряжать быстро За час Сейчас видите, все-таки 2 часа И 2 часа в хорошую погоду Днем терять, конечно, очень неудобно Всегда ли так бывает? Нет Дело в том, что мы сегодня по слабой погоде летали Летали далеко Высадили батарейку сильно То есть обычно я расходую всего лишь 30% на взлет И тогда бы я зарядился где-то за 40 минут Но сейчас, так как мы много летали на моторе То я буду заряжаться дольше Ничего страшного День длинный За сегодня вечером вообще волны будут Так как мы все успеем Солнышко 1,3 киловатта дает 19% осталось в экофлоу Ее по-хорошему надо глушить Иначе ее ресурс будет ухудшаться, уменьшаться Вот у нас 2,9 киловатта все-таки живет до сих пор планер И посмотрим, сколько же у него процентов заряда Можно ли нам лететь, как мы планировали Сейчас 4 часа дня Опа 99% Начинали мы с 42% То есть планер фактически полностью зарядился на солнечном свете Что и требовалось доказать Готов лететь? Готов Это 2 раза вкуснее, поверь мне Готов лететь на солнечном свете 100% Полная зарядка планера Ну что ж, как выглядит взлет на солнечном свете? А вот так Погнали Боковой ветерок Скорость 80 Можно отрываться Делаю сразу компенсацию ветра Видите, нос отвернут влево Полдунчик вот показывает Как все у нас весело О, сопровождаем тень Тень удаляется Ну как тебе взлет на солнечном свете? Прекрасно Прекрасно Это лучший взлет А погода-то какая Сказка осенняя Красотища Сейчас пойдем Шалить немножечко Забирай ручку Лети Прям вот под те облака Бывают какие-то другие решения Ну генератор Пожалуйста Можно купить генератор Ну в этом случае Сейчас бы было бы Вон я вот сейчас Какой-нибудь книжечкой В тень этого цветочка Лягу И буду любоваться на небо И ждать пока пестрель зарядится Так что Я могу Я инженер Мне интересно Главное что это Самое интересное Поиграться в этот конструктор Вот в этом Вся наверное соль Самая большая То есть это Большая игрушка Для взрослых мальчиков Вот и все Там кто-то джип в болоте топит Кто-то Не знаю Что-то еще делает А я вот Играю с солнечными панельками Но и в итоге Этой игры Рождается дечно полезная Моя свобода И это ценю Выше всего на свете До новых встреч Глубоуважаемые Любители летных видов спорта До новых позитивных роликов Эй